Зачем играть? Вы делаете так, чтобы мы не играли и все. Сразу скажите, на спорте выиграли и все. А что тебе не нравится? Блять, что нахуй матч за матчем? Помощь на спорте в прошлой игре, в каждом матче, помощь на спорте, в каждом. Привет, друзья, это Егоров, канал Едим Спорт, рядом со мной Артем Венгер или Райзен, как хотите так называйте. Сейчас мы будем делать монтаж матча на спорте Бруки, там же расскажем о драке Олега Майами с Райзеном, ну и о неком скептическом отношении теперь к некоторым персонажам из медийного футбола, которые оказались просто дрянными врунишками. Ну а пока, друзья, мы рассмотрим судейские решения матча на спорте Бруки, тем более со стороны на спорте нас обвиняли, что мы чуть ли не специально вышеломать футболистов на спорте, которые играли прекрасно, и в том числе расскажем о пенальти, о многом другом, но мы же считаем, что на спорте систематически обомогали судьи ключевых моментов. И, кстати, есть группа в Телеграме, которая проверила все ошибки за и против, спросив у профессиональных судей, у судей, которые работали в матчах РПЛ, и вот такая вот статистика, я думаю, предварительно она говорит о многом, потому что 9 ошибок не в пользу Бруков и 7 ошибок в пользу на спорте. Но это все фигня, потому что сейчас я сам разберу матч Бруки на спорте. Итак, первая минута матча. Ну, казалось бы, просто так падает дава. 50-я секунда, повторю. Ничего как будто бы такого серьезного нет, как будто он сам подскочил. Но ближайшие повторы мы видим, как Дима Тарасов наступает ему на голеностол, причем шипами. Это, повторюсь, первая минута. На спорте играет очень мягко. Ну, естественно, желтой карточки нет, но кто же ее покажет в начале игры? Но вы все сразу видите. Итак, 50-я секунда. Кто совершает первый достаточно грубый фолл? Ну, я думаю, что здесь уже такой водораздел. То есть, игра будет жесткая, а судья будет много позволять. От этого и сходим. Следующий эпизод. Третья минута. Здесь Володя XXL ставит спину Тиге, и Тига его хватает. Ну вот, чистейшая желтая, казалось бы, первый момент в пользу нас, а не в пользу на спорте. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что сначала судья не увидел фола на Тиге примерно в этом эпизоде, когда Володя левой ногой наступил Жорин на ногу. Ну вот, давайте еще раз посмотрим. И все, Тига вне эпизода и отыгран. Но мы идем дальше. Еще одна атака на спорте. И здесь фолл на Ладо. Казалось бы, опять желтый, опять судья прощает Саню Федосинку. То есть, уже, по идее, две желтые карточки не дал нам, когда мог. Но, во-первых, здесь, ну, не то чтобы достаточно острая борьба, но все равно Федосинка, будучи первым на мяче, соприкасается с ногами Ладо. И оказывается отыгран. Ну, а во-вторых, здесь он просто попадает в ход Ладо и не собирается фолить. То есть, не делает движения. Да, конечно же, это штрафной в наши ворота, но без желтой. Все правильно. Ну, то есть, пока, согласись, похоже, нас прощают немного. Ну, вот в одном эпизоде и во втором. То есть, если бы он хотел нас подплавить, как-то уже бы мог показать и одну желтую, и вторую. Так же, как если бы хотел подплавить на спорте, показал бы Тари. Просто он решил, что желтые показывать в этот день, видимо, не будет вообще. Ну, типа, давайте, чуваки, лупите друг друга, верно? Но тут происходит еще один эпизод. И это чистый удар локтем в челюсть. В каких-то случаях красная, но в данном случае должна быть желтая карточка Дмитрию Тарасову, который совершает второй жесткий фол. Причем Тарасов два раза играет уже очень жестко против Давыдова и может нанести травму. Но судья его прощает и не сажает на желтую карточку. То есть, пока мы видим два фола с зацепами и случайным попаданием по ноге с нашей стороны и два жестких фола Дмитрия Тарасова. Соответственно, наступ шипами на голеностоп и удар локтем в область шеи и челюсти. Что нужно сделать, чтобы получить желтую в этом матче? И здесь как раз происходит скандальный эпизод. Сергей Шуянов фолит в центре поля. Комис падает, выбрасывает ногу, точнее нога у него подворачивается и он уходит с поля. И после этого нам на пресс-конференции говорят, что у него разрыв креста и что Сергей Шуянов специально ударил его коленом в колено. Давайте разбирать. Во-первых, нужно сказать о том, что здесь Алекс ставит в неудобное положение Комиса, потому что его встречает сразу три человека. В данном случае отбор Шуянова приводит нас к выходу один на один. Поэтому говорить о том, что рывок Шуяна Комису был для нанесения травмы, просто глупость. Дальше непосредственно об отборе. Здесь нету прямых шипов, здесь нету выставленной ноги, ну здесь нету ни прямой ноги. Здесь нету, на мой взгляд, со стороны ничего сверх опасного. Даже больше. В тот момент, когда нам заявляли о том, что здесь Шуянов специально сыграл коленом в колено, мы можем убедиться, что ударом коленом со стороны Шуянова не было. Был удар где-то областью щитка. И подворот случился в том числе из-за того, что у Комиса нога завязла на земле, опорная здесь, и согнулась еще до попадания ноги Шуянова. И, кстати, хорошая новость. Насколько нам известно, у Комиса нету разрыва передней крестообразной связки, повреждены связки боковые. И мы очень надеемся, что он найдет правильное лечение, если там нужна какая-то помощь, совет, отвезти к какому-то доктору, показать и так далее. Мы это с удовольствием сделаем. Но подвиги Шуянова на этом не заканчиваются. И в следующем эпизоде вот он как раз играет уже куда грубее против Рената. Здесь он конкретно совершает силовой прием, врезаясь в соперника. Но по совокупности двух моментов это уже желтое. Но ведь, Тарас, вы тоже не дали желтую? А когда же в этом матче вообще дадут желтую? Я не понимаю. Смех смехом, но уже в следующем эпизоде пограничный момент с участием Ляпы, который специально левой ногой цепляет Амаду. Ляпа неоднократно получал тоже карточки в этом турнире, совершая странные фолы. Но здесь он тоже достаточно грубо действует. Желтых по-прежнему нет ни для одной, ни для другой команды. Едем дальше, к следующему эпизоду. И здесь с мячом Ладо и опять Ляпа на авансцене. То есть, смотрим какой эпизод. Ладо нормально прокидывает мяч. Ляпа, ну сначала соприкасается с правой ногой Ладо. Ладо уже здесь может падать. И потом Ляпа еще специально бьет Ладо по левой ноге. Но чистое желтое. Но желтых опять нет в этом матче. Британский стиль судейства. Итак, первый тайм заканчивается. По факту Дмитрий Тарасов должен был получить полторы желтые карточки. А у нас желтые карточки могли получить и Тига, и Серегу Швинов, и Ляпа. Ну, примерно так. Ну, хотя там в эпизоде с Тигой до этого был фолл на нем. Ну, то есть, плюс-минус, чуть-чуть даже в нашу сторону по этим эпизодам нас больше прощают. Но, естественно, ни о какой предвзятости вообще речи быть абсолютно не может. Ну, это такие эпизоды в центре поля. Ну, вот начинается тайм второй. Начинается он с того, что на спорте ошибаются, а именно Лилюхин выбивает мяч у Гера Петросова. И тот катится. И я думаю, здесь он, в принципе, догоняет по непоказанным желтым карточкам. Опять же, повторюсь, я не знаю, что должно в этом матче произойти, чтобы показали желтую. Ну, хотя, вот послушаем комментаторов. Ну, видимо, у Димы Шнякина был очень быстрый повтор, он не увидел, что здесь был и подкат сзади, и сначала был удар по ноге давы, и потом уже игра в мяч. То есть, ну, чистая желтая карточка. Но судья опять ничего не дает. Нормально. Но если за грубую игру судья желтые давать не хочет, то вот здесь после ошибки Алекса, когда ляпа врывается в штрафную, он желтую наконец-то показывает. Но не Алексу, а ляпе за симуляцию. Оказывается, желтые карточки в кармане у него есть, потому что мы думали, что они исчезли. Смотрим повтор. Ну, здесь кажется, что чистейший фолл, поэтому мы удивляемся, что судья сам не идет смотреть вар и берем челлендж. Повторов мы видели. Вот один из них. Ну, падает раньше еще. Похожий момент сегодня был у нас в какой игре? По второй. Да нет. Посмотрите. Нет, нет. Посмотрите все повторы. Вот этот повтор у нас вызвал некие сомнения. Да нет, он сам упал. Чуть-чуть назад. Вот именно этот повтор. И можно еще, ребят, заметить, наверное, да? Да. Один из повторчиков. Просто, вот, например, этот, да. Не, он уже падает. Касание происходит, когда игрок уже наклоняется, уже падает, чувствует. Он забежал под игрока вперед и уже начинает падать. Здесь происходит странное событие, потому что судья отменяет желтую карточку ляпи, говорит, что касание было. Это не симуляция, но и не пенальти. Не пенальти. Почему? До сих пор непонятно. Давайте просто еще раз посмотрим этот момент. Так, еще раз смотри. Ну-ка, вот он замедленный повтор. Ну вот же, вот, по коленке. А, вот в коленке. Ну да. Брат, я думаю, это пенальти. Ну, похоже. И вот тот редкий случай, когда Дмитрий Шнякин согласен, что пенальти ворота соперников Броуков был. Правда, здесь он согласен с Кареном Адамяном, которого мы поздравляем с днем рождения. А судья-то уже давно сказал, продолжаем игру. Давайте смотреть. Судья говорил, что ляпа здесь падает. Но когда человек падает, он отрывает ноги. А ляпа здесь, наоборот, ставит опорную. И по этой опорной Алекс, к сожалению, ляпу бьет. Алекс здесь сам ошибся. Да, ляпа подставился. Но что это, если не пенальти? Ведь касание-то было. Давайте просто вот еще разочек посмотрим. Ну вот ляпа с мячом. У него руки уже вверху. Он, к сожалению, бегает. Такую технику ему поставили Химка. Кстати, бегает он немедленно, как минимум. Опять же, здесь он до касания не падает. Он стоит на земле. Вот он приземляет, опять же, эту ногу. И получает удар коленом. Вывод? Вывод такой. Я считаю, что судья просто в какой-то момент побоялся ставить пенальти ворота. На спорте. А может быть, побоялся бы и ставить пенальти ворота Броуков. Как видим, он боялся показывать до этого желтые карточки. Чтобы, видимо, не заруинить игру. Но, к сожалению, так совпало, видимо, для него, что этот эпизод, вот эти вот решения спорные, которые были приняты не в пользу Броуков, вот он этот ряд дополнил. И уже в какой-то момент даже для меня переполнил чашу. Хотя я просто здесь сказал, все, уходим. Там, типа, отвалите все в жопу. Мы уже не знаем, что делать. Вот. Поэтому, ну, да, случился вот такой вот печальный эпизод, где мы опять не досчитались в пенальти. А зачем играть? Вы делаете так, чтобы мы не играли, и все. А что тебе не нравится? Сразу скажите, на спорте выиграли, и все. А, подожди секунду, что тебе не нравится? Блядь, что нахуй? Матч за матчем. Помощь на спорте. В прошлой игре. В каждом матче помощь на спорте. В каждом. В каждом матче помощь на спорте. Смотри. Она уже опорная, эта нога. Ну, больше похоже на пенальти, согласен. Тут же происходит еще один момент, который нас взбесил. Все тот же Алекс фалит на Саламе. Салам выбегает вроде 1-1, но... А почему остановка? Там фол. Виноват, братан, пожалуйста. Ну, прости. Бля, ну, виноват, но там фол был, бля. Понятно, что фол здесь, конечно, было, что Салам мог бежать дальше. Вроде перед ним оперативный простор. Но давайте мы здесь честно скажем. Да, судья ошибся в пользу на спорте. Да, это безусловно. Но все-таки, если бы Ладо в этом моменте не выключился, то, скорее всего, Салама он бы догнал. Но, повторюсь, было неприятно. Зато уже в следующем моменте наконец-то появилась желтая карточка. Здесь Саня Тутов попал по лицу все того же Ладо. И, наконец-то, да, это свершилось. Футболисты Миланы понимали, что из-за этого гола они могут не стать чемпионами. Я акцентировал. И судья в слезах извинялся, понимая, что он натворил. Один, чуть ли не. Давай так. Он быстрый. Давайте сравним два удара по лицу. Вот Тутова, а вот Тарасова. Ну, похожие моменты. Ну, ладно. Протыка. Опять Володя был, да? Конечно, сумасшедший. Просто сумасшедший. Так, так, так. И тут же происходит еще один ключевой эпизод, где уже мы можем получить пенальти, потому что вся команда на спорте сигнализирует, что была рука, и нужно срочно посмотреть повтор. Идет подача от Ладо. Володя XXL чиркает мяч головой, и он попадает в руку Илюхе Давыдову. Но здесь видно, что Илюха пытается убрать эту руку за спину, но чуть-чуть не успевает. То есть, естественно, запрос на пенальти логичен. Но что здесь мог сделать Давыдов? Мог он попытаться как-то убрать это предплечье. Он, в принципе, пытался убрать. То есть, если судья очень захотел бы, то поставил бы пенальти. Но я думаю, после того, как он не зарядил точку на ляпе, то назначение пенальти здесь было бы невозможным. Другой здесь вопрос в том, что вроде бы обменялись как будто бы такими эпизодами. Но если в случае с Давы есть целый там пункт правил, что там и рикошеты, и предплечье, и попытка убрать руку, то в моменте с ляпой все сложнее и пенальти, наверное, стоило там назначить. Опять же, возможно, счет был бы 1-0. И, может быть, и не случилось бы вот этого эпизода с Давыдом. Но, тем не менее, никакой абсолютно предвзятости пока что не видно. И вам не видно тоже. Тем более, к 76-й минуте мы, наконец-то, дожидаемся желтой карточки Дмитрия Тарасова. Точно так же он сыграл в том матче, когда удалили Пашу Лилюхина в самом начале, ударив его по лицу. И здесь его фолы стали обыденностью. Но, наконец-то, желтую он получил. Получил и продолжил фолить раз за разом. Здесь ударил коленом по бедру Ледовского и еще толкнул его в ухо. Естественно, если бы судья отдал Тарасову желтую карточку в начале матча, то так жестко он играть бы не смог совершать вот эти 5-6 фолов. Но здесь дело не к судья, который избрал такую английскую манеру, а скорее вопрос к на спорте. Вы действительно считаете, что это мы играли очень грубо? Или было два человека, Сергей Шуйнов и Дмитрий Тарасов, которые играли в своей излюбленной манере? В своей излюбленной манере играл и Гера Петросов, который в данном эпизоде, ну, чуть ли не сам попал головой в локоть Салама и получил рассечение. Ну, и время вообще подходило к концу и случился еще один момент, печальный для нас. Но мы не будем даже брать этот пенальти на ляпе, потому что здесь он в совокупности, когда не дают, не дают, не дают, не дают, где-то там не увидели, и так матч за матчем происходит. Да, конечно, неприятно, ты уже начинаешь срываться, но здесь не был назначен штрафной излюбленная точка Диака, радиус. Он четыре раза, по-моему, оттуда ударил, попал два раза в перекладину и два мяча забил. И вот с этой точки ему не дают пробить. Ну, давайте просто послушаем здесь комментаторов. Моменты, которые не засчитали в пользу Броуков. Тоже падение ляпы в штрафной площади. Вот сейчас может быть еще момент. Тутов падает. И Юрий Апанасенко считает, что там ничего не было. Хотя, если бы свистнул штрафной, то могло быть очень опасно. Тутов, я тебе скажу более, он до сих пор лежит. Только сейчас поднялся, спустя секунд 15. Будет ли повтор? Вот Тутов сейчас корчись от боли. Вот повтор этого момента. Вообще не касается Тарасов мяча. Вот еще раз повтор. Смотрите, вот разве это не штрафной удар? Здесь Апоку закрывает. Да, ничего не видно, но... Но это был фол о том, что... Но все ясно, это был фол. Но то, что было дальше, вы и так уже знаете, и так уже видели. Да, я думаю, в этом турнире нам не повезло, потому что было достаточно много судейских решений против нас. Это все подтверждено. Не знаю, почему так сложилось, но может просто такое стечение обстоятельств. Я ни в коем случае не говорю, что арбитр это в матче или какой-то другой. Специально что-то так судил. На данный момент не говорю, потому что здесь он избрал, видимо, такую манеру, что не ставит абсолютно ничего, кроме двух вот этих отмашек, где он показал желтые карточки и решил тем самым обезопасить себя от назначения пенальти, от удаления и от всего остального. Но в нашем случае это нам, броуком, как минимум, не очень помогло. Вот такое разборство действия. Пишите, что вы думаете. Вот, а нам-то что сказать. Мы начинаем подготовку к новому турниру и хотим сказать, что скоро будет отбор. Так что давайте отбираться в броуке. Это был Егоров и мой спящий друг. Всем пока.